Паводки, засуха, саранча. Какие еще напасти ждать Казахстану в этом году? Почему все это происходит и что со всем этим делать? Об этом сегодня и поговорим. В студии Бауржан Сарбасов. И мы начинаем. Многие регионы Казахстана до сих пор борются с последствиями паводков. Даже там, где вода уже сошла, проблем еще достаточно. Это и возможные риски инфекции, а соответственно и необходимость дезинфекции жилых территорий. Ну и конечно, восстановление домов и возвращение людей к нормальной жизни. Но и это далеко не все проблемы предстоящего лета. Помимо того, что в некоторых регионах Казахстана ожидает засуху, так еще и грядет нашествие саранчи. Ситуация настолько серьезна, что о ней даже заговорили в правительстве. Глава Минсельхоза Айдарбек Саппаров заявил, что распространение саранчи в этом году возможно на территории в 2,5 миллиона гектар. Бұдан басқа шегірткелермен күрестуге да ерекше назар аудару керек. 2023 жылы маусымда шегірткелермен таралау аумағы үлкен болуына байланысты. Ағымдағы жылы 2,5 миллион гектар алаңда химиялық өндіуілер жүргізу жоспарлануда. Ең көбі Ақтабы облысында 784 миллион гектар, Костанай облысында 775 миллион гектар, және Туркистан облысында 272 миллион гектар алаңда тарала кеп күтілбеді. Әңдің жүргізуге арналған барлық қажетті ресурсы тар барекен айтакет өкерек. Біел үйірлі шегірткелермен күресуге республикалы бюджеттен 8,1 миллиард тенге бөлінді. Кәзіргі вақытта шегірткелермен күресуге үшін піцесіттар хора вақытлы сатывалынды. Әңдің жүргізу жүргізуге үшін қажетті технилар жеткілікті. В свою очередь, эксперт рассказал, каким регионам грозит засуха и насколько вообще эффективна борьба саранчой. И действительно ли нужно выделять на нее такие огромные деньги? А их в этом году выделено более 8 миллиардов тенге. Что касается засухи, она однозначно будет. Что режим ЧС по засухе и пожароопасности включат в южных регионах, это тоже однозначно. Это Карагандинская область, даже часть Тахмолинской области тоже зацепит. Плюс Кустанайская область, также Туркестанская. Ну, по сути, южная часть вся, она будет испытывать именно водный кризис однозначно. За то, что будет очень большое количество влаги, точнее, нехватка влаги, будет именно засуха. Это сподвигнет именно развитие саранча. Саранча в основном в очень засушливых регионах обитает. И борьба, по сути, получается с ветряными мельницами. Потому что будет очень много пестицидов и гермицидов они применять. Тем самым они и народ отравят, который пшеницу сохранят. Или там другие культуры. Или же просто саранча их съест. Потому что для нее это идеально. И для нее идеально это, когда очень жарко и мало влаги. Тем самым она влагу в растительности ищет и начинает ее просто поедать катастрофически. Что касается борьбы с саранчой, ну, она практически невозможна. По одной и той причине, что нет до сих пор в мире методики по решению этого вопроса. Она всегда была и есть и будет. Чем засушливее регион, тем саранчи, конечно, больше. Поэтому это неизбежно. И вот нужно готовиться. А вот еще интересный момент. Вы знаете, как борются с саранчой? Например, в Африке. А что с ней делают потом? Тоже не знаете. Тогда я на вашем месте был бы поаккуратнее с продуктами африканского производства. Кстати, и не только африканского. Например, даже в Африке. Они как борются с ней? Они и не борются. Саранча есть, они ее просто в ночное время собирают. Потом перемалывают и получают из нее муку. Выпаривают туда влагу. Высокобелковая мука получается. И они ее применяют в производстве гамбургеров и всего остального. Пищевой добавки. Вот это поворот! Хотите, удивлю вас еще больше. Подобную практику используют не только в Африке, а довольно во многих странах. Как оказалось, саранча очень богатый белком продукт. Например, в китайской провинции Шаньдунь работает около 200 предприятий, которые перерабатывают 400 тонн насекомых в год. Саранчу едят также в Латинской Америке. В соседней России есть как минимум три саранчевые фермы. И саранчи делают муку, которую можно добавлять в различные продукты и корма для животных. Некоторые производители открыто заявляют, что саранчевую муку добавляют в спортивное питание. А нутриецологи, не все, конечно же, уверяют, что и по количеству белка и питательным свойствам мука и саранчи не имеют себе равных. По кормовой ценности она превосходит рыбу и баранину. Да уж, надо теперь внимательнее читать состав на спортивном питании, а то вот так наешься саранчи ненуроком. Кстати, все в том же Китае использовали и другой метод борьбы саранчой. Они решили есть ее не только сами, но еще и покормить уток. Три года назад для борьбы саранчой Китай использовал 100 тысяч уток, которых согнали границам с Пакистаном, Индией, Синьцзяне, а также в западную часть страны. Эти утиные войска уже использовались в предыдущих нашествиях саранчи. Некоторые фермеры даже уверяли, что они более эффективны, чем пестициды. Ну а что? Очень даже рабочий лайфхак. И птица накормлена, и саранча уничтожена. Только как бы потом не пришлось бороться с утками. Хотя вот их уж точно можно съесть на вполне законных основаниях. Такой белок мне как-то больше по душе. Но как выяснилось, саранча это не единственная проблема нашего сельского хозяйства. Ну вообще я считаю, что вот эти все поля наши орошаемые, их нужно переориентировать. Потому что у нас, во-первых, нехватка влаги, и себестоимость того продукта, который там выращивается, он несопоставим и неконкурентоспособен на рынке. Поэтому для продовольствия безопасности держать и кучу субсидирования денег выделять, ну я тоже считаю это абсурдно, потому что, ну, если мы субсидируем очень дешевую воду, и все затраты субсидируем фермерам, если бы мы этого не делали, ну цена бы на рис была бы где-то там в 6-10 раз больше. Ну если, например, мы сейчас килограмм риса покупаем по 1000 тенге, так бы покупали его килограмм риса по 10 тысяч, он, соответственно, неконкурентоспособный. И вот это все, всю разницу компенсирует государство. Ну и я и говорю, а какой смысл? По большому счету. Лучше давайте что-то производить такое, то что у нас будет покупать весь мир. Продовольственной безопасности уже 30 лет можно вообще просто забыть, потому что ее просто нет, потому что все, что связано с продовольственной безопасностью, уже давно изжило себя эти технологии, которые применяют, ну они просто оставляют желать лучше. То есть получается, прогресс идет вперед, только вот мы не во всех сферах за ним успеваем. Печально, что тут скажешь. Хотя прошедшие паводки отчетливо показали, что даже с водой мы справиться не можем. Хотя еще 30 лет назад ирригационная система в нашей стране была довольно прогрессивной. А что сейчас? Ну о чем говорить, если 1% ирригационных систем только функционирует в полном объеме, как должно быть. 1% от всего водоносного ресурса Казахстана. И вода сверхдешевая, что мы ее просто тратим нещадно, условно поливая вот эти поля, заливая рисовые чеки, производство хлопка. Это все будет сказываться на том, что мы просто используем воду не по назначению. Поэтому здесь очень много вопросов. И многие фермеры в мой адрес могут говорить в дневные комментарии. Люди там, псевдоэксперты, которые диванные эксперты. Но я вам просто говорю реально. Давайте реально посмотреть на эту картину, связанную с потеплением, связанную с дефицитом воды. Дефицит воды – это саранча. Переизбыток воды – это наводнение. Поэтому одно, другое, третье. И это все режим ЧАЭС. Также паводки внесли свою немалую лепту в этом году и в проблемы с почвой. Очень много смыло плодородного слоя, тем самым оголило землю. И сейчас будет большая эрозия земли. А второе – это уже начнется движение песков. Вот я недавно был 10 километров от Копчегайской трассы. Я заметил то, что уже до Копчегая осталось, я думаю, где-то километров 40, уже пески подошли. С Балхаша вот эти пески, движение песков идет, и там уже опустынивание идет территория. Там, где раньше были рисовые чеки, они уже все замелись песком. И тут уже нужно бить тревогу, потому что еще чуть-чуть дальше Копчегай будет накрывать пыльные бури, песочные бури. Так что же со всем этим делать? Есть ли вообще выход из ситуации? Есть понимание, что нужно что-то срочно предпринимать. Только вот что именно? Самая системная мера, которая позволит нам решить все эти вопросы, это только озеленение. Программа президента в рамках двух миллиардов, она не исполнена. Это я могу смело заявить. Мы можем просто проехать по всем тем территориям, где были высажены эти два миллиарда, и посмотреть, что там ничего нет. Просто деньги на ветер, и там 63 миллиарда, которые выделялось в рамках программы, я думаю, их освоили, просто так съели эти деньги. Потому что та работа, которая была проведена, я считаю некомпетентна. Потому что те территории, которые под леса фонда отведены, они все с высоким содержанием солей. Ну, те земли, которые вообще никому не нужны, ни фермерам, ни пастбище, никому. И тем самым мы получаем некачественные урожаи в виде зеленого массива, который может удержать и пески, и создавать тени, и сохранять водные ресурсы за счет абсорбирования воды на листве, которые удерживают влагу. Выходит, что со всех сторон плюсы от озеленения, да и полям бы это пошло на пользу. Раньше же применялась такая методика. Почему же сейчас все эффективные технологии забыты или намеренно не используются? Если, например, был в 1946 году, не помню, как же его фамилия, один ученый-специалист, он тогда предложил Сталину озеленять все поля, чтобы предотвратить выветривание и эрозию почвы. И в то время они озеленили именно по периметру поля, сделали озеленение. Может, вы сами видели, очень много таких полей. И это для чего дело? Для того, чтобы удержать влагу, сократить выветривание и, по сути, получить в виде листвы, который перегниет органическое удобрение. Туда приходят флора и фауна, там начинают развиваться червяки, которые начинают гумировать всю эту почву. А сейчас что? У нас все поля лысые, у нас нет лесозащиты. И, соответственно, идет очень высокое выветривание после каждой спашки. И весь плодородный слой, он просто перемещается по воздуху. Мы получаем, по сути, бедную землю. В ближайшие еще 10-20 лет мы вообще выращивать ничего не сможем. Казахстан обладает огромными богатствами. А про бескрайние просторы я вообще молчу. Но почему бы не использовать все это эффективно и при этом не нанося вред природе, а заодно и думая о том, что мы оставим будущим поколениям. Более 70% зеленого фонда нужно сокращать, потому что оно просто уже высохло. И оно аварийное, оно больное. А нормально зеленый фонд не восстанавливается. Садятся прутики в рамках госпрограмм с демпингом вешеным, инвалидные компании, которые там просто зарабатывают на этом. Высаживают посадочный материал, который умирает. И опять же, посадочный материал откуда завезен? Он весь завезен из Европы, Узбекистана и ряд других стран. У нас нет своего посадочного материала, чтобы он покрыл потребность Казахстана. Мы сотни миллионов долларов отдаем Европе за то, чтобы они готовили посадочный материал для благоустройства городов. Ну а что сделать, например, любую трассу Казахстан-Желом? Новую построенную, тот же самый Копчегайский тракт. Нет озеленения. Соответственно, это что? Это обледенение трассы, это движение снега в зимний период, и также пыльные бури. Вот что приводит, когда нет озеленения. Я не пропагандист озеленения, но я верю, что озеленение спасет нашу страну. А вы что думаете по этому поводу? Напишите свое мнение в комментариях, а у меня на сегодня все. Поддержите нас лайком, а также подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить все самое интересное. До скорого!